В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я, Виктория Саченко, и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Брестские очистные сооружения будут соответствовать как национальным, так и общеевропейским экологическим требованиям. В областном центре дан старт реализации международного инвестиционного проекта «Беларусь. Экологический инфраструктурный проект. Первый этап». Товары легкой промышленности с маркировкой сделаны в Бресте, в швейном сердце Беларуси. Предприятия «Белэлектрома» отмечают свой профессиональный праздник – День работников легкой промышленности. Пора взрослеть и расставаться, оставив детство за спиной, мечтать о будущем, прощаться со школой, ставшей всем родной. В московском районе города состоялась церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений. Прямо сейчас об этом и не только. В марте 2016 года руководство предприятия «Брестводоканал» подписало контракт на реконструкцию очистных сооружений с чешской компанией «Метростав». Соглашение предусматривает проектирование и строительство в Бресте новых объектов очистных сооружений, а также реконструкцию уже существующих. Реализация международного инвестиционного проекта позволит Брестским очистным сооружениям соответствовать как национальным, так и общеевропейским экологическим требованиям. 8 июня стартовал первый этап реконструкции. Прийти к этому дню даже за год невозможно. Это годы работы, годы переговорного процесса. Позиция главы государства – Брестские очистные включены в перечень подготовки объектов к тысячелетию. Работы будут финансироваться в рамках инициативы «Беларусь. Экологический инфраструктурный проект. Первый этап» за счет грантовых и кредитных средств. Для реализации были подписаны контракты с генеральным подрядчиком чешской фирмы «Метростав» и поставщиком оборудования германской фирмы «Гроссман» на сумму в целом 9 миллионов евро. Все вышеназванное поспособствовало тому, что 8 июня на территории предприятия «Брестводоканал» в торжественной обстановке была замурована капсула с посланием к потомкам. А это значит, что масштабный проект реконструкции очистных сооружений стартовал. Это удачный пример интеграции европейских экологических проектов и интересов нашего города. Это реальные 9 миллионов евро, которые будут вложены в наш город Брест. Это реальные рабочие места, потому что подавляющее большинство работ будет делано именно брестскими строителями. И это решение проблемы раз и навсегда. Сегодняшняя технология позволяет эту проблему локализовать. Это не один объект, это ряд несколько объектов. Это реконструкция существующих объектов и поставка нового оборудования. И это оборудование будет современное, не будет ни чем отличаться, чем оборудование, которое принимается в реконструкциях в Европе. И одно самое важное на этом проекте, это будет система автоматизации. Это значит, что мы внедрим автоматический процесс на очистные, который будет с 90% автоматически управлять этим процессом. И это позволит лучше качеству очистки и также экономить на энергетических затратах. Одним из главных пунктов проекта является строительство нового выпускного коллектора. С его введением в строй вода после очистки, минуя биологические пруды, будет попадать напрямую в Западный Буг. По проекту также будет осуществлена реконструкция и расширение мощностей существующих очистных сооружений. Предусмотрено и возведение новых объектов. В частности, будут построены аэротенки, сооружения для биологической очистки сточных вод и вторичные отстойники. Появятся и новые сооружения по механической очистке, приемные камеры, решетки, песколовки. Существующие первичные отстойники, аэротенк, воздуходувную, насосную и илоциркуляционную станции реконструируют. Вся система будет полностью автоматизирована. Не менее важно, я уже опять хочу об этом сказать, что мы по мере решения этой этапности, каждый объект включаем в действующую систему очистки сточных вод. То есть мы не строим объект под ключ и потом в 2019 году перекрываем. Нет, мы одновременно, каждый аэротенк, каждый отстойник, первичный, вторичный отстойник, тут же будет включаться в общий процесс, что позволит уже локализовать эту проблему. Хотя, хочу сказать, что силами водоканала, их смекалкой инженерной, эта проблема в последний год, конечно, не решена, но локализована. Сложности при таком типе стройки можно ожидать, потому что мы будем эти работы выполнять и очистки будут работать. Мы их не отключаем, мы одновременно будем делать реконструкцию и одновременно будет очищаться вода. И это уже значит принимать какие-то меры, чтобы одновременно все это мы могли выполнять. Чтобы одно другому не мешало. Разработанный чехами проект позволит привести местные очистные сооружения в соответствии с национальными и общеевропейскими экологическими требованиями. Речь идет о Хельсинской комиссии, специально созданной для защиты морской среды Балтийского моря. Она образована в результате подписания Хельсинской конвенции в 1992 году и объединяет такие страны, как Швеция, Дания, Финляндия, Литва и Латвия, Эстония и Германия, Польша и Россия. Построенный на очистных сооружениях в Бресте, выпускной коллектор позволит достичь с точным вводом показателей требований Хелкома. А жители Бреста будут избавлены от проблемы, связанной с неприятным специфическим запахом в отдельных районах города. Но этот год Брещанам придется потерпеть. Технология, которая будет применяться, она, к сожалению, будет иногда требовать определенных процессов катализации биомассы. Поэтому Брещанам надо быть готовым, что в течение, особенно вот этого года, будут объективно определенные вещи, которые каждый из нас будет чувствовать своими органами. Так что такая ситуация. Я очень рад и скажу, что на самом деле это событие в жизни города. Предполагается, что реализация проекта будет завершена к тысячелетию Бреста. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Победа футбольного клуба «Динамо» в Кубке страны. Этого события болельщики ждали 10 лет. Ровно столько понадобилось команде города над Богом для того, чтобы доказать, что Брест – это футбольная столица. Накануне триумфаторы устроили для своих фанатов настоящий праздник. С Кубком, главным трофеем турнира, они проехали по центральным улицам областного центра. А после на площадке у Ледового дворца каждый желающий смог лично поблагодарить победителей за особые эмоции, которые подарил победный матч. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Гол. В этот момент трибуны всколыхнулись, а речь комментаторов стала по-настоящему эмоциональной. Победа Брестского «Динамо» на чемпионате страны стала не просто событием. 10 лет преданные болельщики, посещая матч от матча, верили, настанет день, когда большой кубок вновь засияет в руках берестейцев. Так и случилось. Этой победе радовались все и слезы накатывали сами собой. По-другому не могло быть. В общем, те эмоции, которые были на стадионе, они еще остались и после игры. Потому что вот эта вся атмосфера, она, наверное, настолько проникла, что это невозможно передать словами. Нужно было присутствовать на матче, чтобы вот это все ощутить. Феерические, неповторимые. Дело в том, что я ждала этого события 7 лет. Для меня это действительно неописуемо. Такой восторг, которого я, наверное, еще не испытывала. Я очень рада за ребят, я очень рада, что мы все-таки поехали, что мы дошли до этого, до финала, что мы его выиграли. Ребята очень молодцы. А то, что мы испытывали на стадионе, это такой, я не знаю, непередавая бы какой-то антураж творился. Столько людей, например, я еще даже не видела. На домашних матчах оно как-то по-другому, это все-таки дом. А на выезд, когда за командой такая ринулась толпа, это, конечно, невероятно. Честовали спортсменов и на родном для них стадионе. Команда, подарившая Бресту новый статус, статус футбольной столицы Беларуси, сегодня стала в буквальном смысле местной достопримечательностью. А имена и фамилии голкиперов даже дети называют без ошибок. Им, преданным болельщикам, фанатам, сегодня посвящают свою победу триумфаторы. С первых игр сезона они заявили, все будет по-другому. Так и случилось. Встречали дома лидеров белорусского футбола, как и полагает, красиво и ярко. Большой двухэтажный автобус провез победителей вместе с главным трофеем, кубком, по улицам города. На всем пути футболистов встречали болельщики. И те, кто, может быть, не был увлечен этим видом спорта, однако теперь знает главные слова. На площадке перед Ледовым развернулось настоящее шоу. Развлечения здесь мог найти для себя болельщик любого возраста и интересов. Всех их объединяет главное – любовь к футболу и команде. За кого болеешь? Начинаем. Я болею за Динамо Брест. Почему ты болеешь за Динамо? Потому что я из Бреста, я люблю город Брест, я люблю Динамо Брест. Повезло жизни, что я случайно выиграла два билета на матч, и я пошла, и я так поняла, что наши сильные, наши достойные. И я, и моих знакомых, и много родных привлекла. И мы ходим сейчас на матчи. На фтан ходили последние, болели, и наши, как говорят, купляйте свое белорусское, так болейте за свое Брестское. Динамо – это сила, Динамо – это наш город Брест, Динамо – это лучшее все, что у нас есть сегодня. Но главным событием вечера стала встреча с самими игроками. Под бурные аплодисменты зрителей на сцену вышли виновники торжества – команда «Динамо Брест». Сегодня все в их честь. В честь тех, кто доказал – Брестская школа футбола может покорить любые горизонты. Да, было непросто. Но благодаря поддержке болельщиков и их искренней вере в силу команды все удалось. Никогда не сомневался, что Брест – футбольный город. Сегодня очередной раз убедился, что вы любите футбол, вы бореете за команду. Этот кубок мы посвящаем вам, городу. Я вам скажу один маленький нюанс. Перед игрой, перед финалом мы ходили в Брестскую крепость. Мы мотивировали ребят, мы им немножко историю рассказали. И я надеюсь, те люди, которые стоят у меня за спиной, если надо будет, отдадут жизнь в футбол. За Брестских отдадут. Просто невероятная атмосфера. Большое вам спасибо, что поддерживаете нас, верите в нас. И знайте, что вы самые лучшие болельщики в стране. Однако на одной победе футбольный клуб «Динамо Брест» останавливаться не спешит. Сегодня на стадионе идут усиленные тренировки. Ни шагу назад, только вперед. Эти слова стали девизом для победы в республиканском сезоне. Они же теперь станут еще одним кредо Брестского футбола. В воскресенье 11 июня свой профессиональный праздник отметят люди, занятые в легкой промышленности нашей страны. В Беларуси предприятий этой отрасли насчитывается более двух тысяч. На них созданы десятки тысяч рабочих мест. В преддверии важной даты наш корреспондент Анастасия Стропко пообщалась со специалистами-легкпромовцами и узнала, чем сегодня живет и дышит данная сфера в городе над Бугом. Для города над Бугом этот профессиональный праздник можно назвать особенным. Брест уже давно, и надо признать, вполне заслуженно называют швейной столицей или швейным сердцем Беларуси. Легкая промышленность в городе Бресте составляет порядка 25% от общего объема продукции в непродовольственных товарах. Здесь можно выделить, конечно, три основных предприятия, которые входят в концерн Беллихпрома. Это у нас Брестский челочный комбинат, Ковры Бреста и Панда. В принципе, если взять данные три предприятия, они производят порядка 50% всего отраслевого объема по городу. Трудоустроено всего порядка 3000 работников легкой промышленности у нас по городу. Средняя заработная плата за 4 месяца 2017 года, в принципе, где-то составила более 600 рублей. Темп роста заработной платы по отношению к аналогичному периоду прошлого года порядка 125%. Неплохие показатели, результат целенаправленной работы, а также ориентированности на экспорт. Объем внешнеторгового оборота за первый квартал 2017 составил порядка 12 миллионов долларов США с положительным сальдо в 5 миллионов. Наша легкая промышленность направлена в сторону постсоветского пространства и порядка 70% всего объема производимой продукции идет на российский рынок. Конечно же, в настоящее время и в рамках диверсификации экспорта ищут новые рынки сбыта. Это также Евросоюз. Конечно, там есть свои определенные квоты, поэтому возможность в полной мере реализовать себя, конечно, у наших производителей нет. Но, тем не менее, они стараются. В принципе, произвели модернизацию своего оборудования для того, чтобы быть более конкурентоспособными. В числе легкопромышленных флагманов Брестский чулочный комбинат. Родился он в 60-х годах прошлого века. Периоды бывали разные. Сегодня чулочка – одна из крупнейших компаний своей отрасли. Ее специализация – производство чулочно-носочных изделий. Два года назад здесь начали работу над новым направлением. Стали выпускать мужской трикотаж. В числе покупателей – белорусы и жители сопредельных государств. Однако уезжает продукция и в далекое зарубежье, и даже за океан. Возможным это становится благодаря постоянному усовершенствованию. Так как чулочно-носочный бизнес существует как минимум полторы сотни лет, новинки в нем кардинальные вряд ли возможны, поэтому все наши изменения связаны либо с новым составом нитей, либо с новыми рисунками на детских женских носках, либо с новой длиной паголинка, либо стопы в мужских носках. Может быть, многие знают, что к праздникам 23 февраля, 8 марта, 1 апреля мы выпускали лимитированные серии носков в жестяных банках, которые тоже понравились потребителями. До сих пор мы получаем и положительные отзывы, и вопросы, что уже будет дальше. Но дальше тоже что-то в этом направлении будет. Еще один крупный бреский легкопромышленник – предприятие «Панда» – производитель женской, молодежной и детской одежды, как повседневной, так и официальной, деловой. Компании 17 лет, однако юный возраст не мешает быть конкурентоспособной. Сегодня в списке сотрудников порядка 400 человек. В среднем в месяц здесь выпускают 25 тысяч единиц продукции. Каждой вещи – особый подход. В каждой есть своя изюминка. Так как мы вступили в Белолекпром, мы стараемся сейчас переходить на белорусские ткани. То есть работаем и с Минским комбольным комбинатом, и с Оршанским льнокомбинатом. И сделали специально коллекцию, чисто коллекция с льна. Она прошла на ура. То есть все любят лен, потому что это натуральное. Сейчас очень много синтетики, поэтому потребитель очень избалован и хочет натуральных тканей. Поэтому белорусский льон ценится, и все готовы покупать его. Лучшее подтверждение тому, что предприятие движется в правильном направлении – отзывы клиентов и партнеров, число которых, кстати, растет из года в год. Сама я из Орши, частный предприниматель. Очень нравится мне торговать этой продукцией. Работаем мы пять лет. Очень хорошо работаю. Очень хорошая модель. Очень носибельная, с прекрасных тканей. В нашем городе их вообще любят, предпочитают. И я не одна ими торгую, могу так сказать. И универмаг, и много кто. Но я могу вам сказать, я проехала 650 километров, чтобы лично их пощупать, для того, чтобы наших девушек одеть прекрасный товар. Товары легкой промышленности с маркировкой сделаны в Бресте любимым, востребованы на рынке – отечественном и зарубежном. И на достигнутом производителе точно не остановятся. А значит, вполне может быть, что скоро Беларусь и Францию будут объединять не только города-побратимы, но и титул стран, имеющих свою столицу моды. Анастасия Стропкоя, Эдуард Бакунович, Андрей Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Воинство и духовенство во имя единения. На полигоне Брески была освещена первая в Беларуси передвижная часовня. Идея ее создания принадлежит военнослужащим 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Торжественную церемонию провел архиепископ Бреский и Кобринский Иоанн. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада – подразделение, известное в стране благодаря своим традициям. Не случайно именно руководство подразделения чуть больше 8 месяцев назад обратилось в епархию за благословением на строительство передвижной часовни. Единство воинства и духовенства проходит особой нитью сквозь историю. И очень важно, чтобы это особое дело продолжалось. Предложение военнослужащих было одобрено и поддержано. Теперь десантники будут иметь свой, пусть и маленький, но храм. Мы освящаем передвижную часовню, которая будет сопровождать воинов на всех путях их служения. Господь, который пребывает по-особому в храме, в часовне, будет всегда пребывать с вами, будет благословлять ваши добрые мысли, ваши добрые слова, ваши добрые действия, вашу добрую жизнь. Это довольно знаменательное событие, потому что в последнее время новых таких мероприятий никто не проводил. А в вооруженных силах это первая такая часовня, созданная по инициативе вооруженных сил и прошла свое освещение. Передвижная часовня в честь пророка Ильи теперь будет перемещаться вместе с военнослужащими 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады на полевые выходы и учения разного уровня. Все благодаря уникальной инженерной планировке. При необходимости объект быстро ставится на колеса. Крест и купол опускаются в специальное помещение, а электроэнергия воспроизводится за счет специального автономного источника. Но не только этим будет известна первая передвижная часовня. В ней теперь хранится старинная икона пророка Ильи, покровителя десантников, датируемая XVI веком. Крест и купол, они выдвигаются, там есть специальное помещение такое, сзади лебедкой опускается купол, все закрывается, лестница ставится внутрь, и она как автономный объект может ехать спокойно. Приехала в течение двух минут, она развернута и готова, соответственно, к работе. Особенно знаковым событием является еще потому, что в эти дни на полигоне Брески находятся представители трех народов – белорусы, россияне, сербы и проводят крупномасштабное совместное учение «Славянское братство-2017». В рамках церемонии освящения храма на полигоне Брески воспитанники молодежного братства при Свято-Симеоновском соборе дали концерт и исполнили музыкальное произведение акапелла на трех языках – белорусском, русском и сербском. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктове». Торжественный парад, военный чеканный шаг и слезы на глазах родных. Сегодня в областном центре около 750 новобранцев из разных регионов республики в присутствии родных, друзей и близких дали клятву на верность белорусскому народу и стали защитниками Родины. На торжественной церемонии принятия в военной присяге военнослужащими Бресского гарнизона впервые призванными на срочную военную службу и службу в резерве побывала и наша съемочная группа. Им посчастливилось провести этот особенный и символичный в их жизни день в священном для каждого белоруса месте – святочтимой цитадели над Бугом, где каждый метр земли палит кровью, где в далеком 41-м советские военнослужащие первыми приняли на себя натиск врага и сражались до последнего. Сегодня, спустя 76 лет, после героического подвига защитников крепости в парадном строю – те, кого сегодня по праву можно назвать лучшими представителями молодого поколения Беларуси, ведь именно этим юношам Родина доверила с оружием в руках защищать ее независимость и суверенитет. Для каждого молодого человека обязанность служить в армии – это большой будет шаг и вклад, большой урок будет, я бы сказал, в жизни. Обязан принять каждый солдат, ощущать морально это, чтобы защищать свою Родину, поклясться каждому матерям, отцам. Такое бывает раз в жизни, и никогда оно не забывается. Это как свадьба, то же самое. Без всякого сомнения, этот день юноши будут вспоминать еще долго, а слова о торжественной присяге, произнесенные с волнением и с гордостью, запомнят навсегда. Для нас достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость территориальной целостности, конституционной строительной Республики Беларусь. Поздравление с принятием присяги бойцы услышали от губернатора Брестской области Анатолия Лиса. Я выражаю уверенность, что те военнослужащие, которые сегодня приняли присягу, они также будут достойно продолжать те хорошие традиции, которые сложились у нас. Поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья, мирного неба и всего самого доброго. Трудно представить более значимого события в жизни мужчины, чем ритуал принятия присяги на священной земле. А если еще отец военный, событие приобретает двойную значимость. Сегодня в рядах новобранцев сын военного комиссара Брестской области Евгения Зайцева Кирилл. Служить ли в армии этот вопрос в семье не обсуждался. Это очень ответственный момент в моей жизни и останется это надолго в моей памяти, навсегда в моей памяти. Об этом моменте я буду рассказывать своим детям, своим внукам. И служить в армии это очень большая ответственность для меня. И я буду нести эту ответственность достойно. Особая ответственность на нем лежит, как и перед всеми военнообязанными, как перед всеми призывниками. Потому что в первую очередь это ответственность перед своими родителями, перед своими родными, близкими за то дело, которому они сейчас посвящены. Защищать свою родину, государство, родных и близких. Это всегда была почетная обязанность и традиция любого мужчины, настоящего мужика. Поэтому я горжусь, что он сегодня рядом со мной, с оружием в руках, будет выполнять этот воинский долг. Служба в армии – дело нелегкое, но крайне почетное. Безусловно, родина будет гордиться своими сыновьями ровно так же, как сегодня ими гордятся родители. Военная присяга предельно лаконична, однако она останется в памяти как самих солдат, так и их родственников, жен, девушек, друзей надолго. Скажите, ваши эмоции, ваши впечатления? Ну, очень волнительно, конечно. Во-первых, у меня вот рядом стоит старший сын, недавно только отслужил тоже здесь присягу, принимал недавно зимой, пару лет назад. Сейчас младший сын, я думаю, он будет гордо нести и с достоинством пронесет свою службу и достойно вернется на гражданку. Сегодня очень волнительный, очень торжественный день. Мой сын принял присягу на верность белорусскому народу. Я осознаю, что с этой минуты у него начинается настоящая воинская служба. Может и трудно ему придется, но я думаю, что он все преодолеет, все свои трудности. Еще вчера они были школьниками, студентами, рабочими. Уже сегодня настоящие солдаты и защитники мирной жизни белорусов. Впереди полтора года армейских будней, после которых каждому юноше придется решить, связать свою дальнейшую жизнь с военной карьерой или остаться на гражданке. Понятно одно, полтора года военной жизни не забудутся никогда. Накануне в московском районе города состоялась церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений. 89 золотых и 4 серебряных медали. Таков итог 2016-2017 учебного года, который для этих школьников выдался особенно насыщенным. Олимпиады, конкурсы и, конечно же, подготовка к централизованному тестированию. Все это теперь осталось позади. Сегодня юноши и девушки стоят на пороге взрослой жизни, которая принесет новые впечатления и эмоции. Кто же они, выпускники 2017-го, чего хотят, о чем мечтают и в чем залог успеха? Ответы на эти вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. По давно сложившейся традиции торжественные мероприятия, посвященные чествованию лучших выпускников района, начались у монументов в парке воинов-интернационалистов. Здесь, на большой аллее, в праздничный день собрались ребята, родители, педагоги и все те, кто причастен к этому большому празднику, празднику красоты, юности, успеха. В адрес юношей и девушек прозвучали напутственные слова от ветеранов, а к подножию монумента легли цветы в знак уважения, памяти и подвига. Красивым ярким парадом молодые люди прошли от монумента до здания администрации Московского района, где уже через считанные минуты они должны были получить свои главные награды. То, к чему так шли и стремились все эти годы. Момент этот особенно волнителен для педагогов и администрации школ, ведь именно учителя знают, как никто другой, насколько тернистым был путь ребят к звездам. За годы учебы в школе мы стали практически одной семьей. И сейчас день расставания. Все эмоции, все переживания, все и у них, и у нас, и на лицах, и на глазах, и в сердцах. Конечно же гордость, потому что у нас в этом году пять золотых медалей. Эти дети, для меня эти дети как родные, потому что многих из них я с первого класса вела. Хочется им пожелать, как своим родным детям, добрый путь вам, чтобы все мечты ваши сбылись, чтобы все-все ожидания взрослой жизни, а не все-таки жизнь, чтобы вас не разочаровала. В этом году большую школьную семью Московского района покидают более 1600 учащихся, 93 из которых с аттестатом особого образца. Поздравить лучших из лучших на торжественное мероприятие прибыл мэр города Александр Рогачук. Обращаясь к перспективной молодежи, он отметил, сегодня для этих талантливых ребят открыты все двери. Я искренне благодарен всем присутствующим здесь за то, что наши брещания, молодые брещания, высоко несут планку жителей этого нашего красивого города. И проходя по этой дорожке, уважаемые педагоги, уважаемые родители, должны знать, что косвенно вместе с этими молодыми ребятами идете вы, потому что получить в наше время медаль это титанический труд. Понятно, заслуга, конечно, прежде всего самих молодых ребят, но без серьезнейшей самоотдачи педагогов, без четкого понимания родительского контроля и участия в образовательном процессе это невозможно. Наверное, символично, что из 125 выпускников в целом, медалистов города, 89 – это выпускники Московского района. Это говорит о мощи самого Московского района, это говорит о мощи системы образования этой части нашего города. Из рук градоначальника юноши и девушки получили свои заслуженные золотые медали, а также особую награду – Оскар Московского района. Проходя по красной ковровой дорожке, каждый из ребят осознавал, путь к сегодняшнему триумфу был нелегким. Часы упорного труда, месяцы интенсивной работы, сотни прочитанных книг. Именно желание доказать себе и другим, что я смогу, двигало теми, кто сегодня, в этот торжественный день, в особом почете. Я всегда старалась учиться прилежно, чтобы получить золотую медаль. Мой папа тоже закончил золотую медалью. Для меня он яркий пример для подражания. Я тоже всегда хотела по жизни идти, как и он. Ну и, конечно, с самого детства я прикладывала все усилия для того, чтобы добиться этой медали. Конечно, местами было тяжело, однако благодаря своим стараниям, а также вкладу преподавателей, я думаю, что у меня все получилось. С раннего детства вместе с родителями шли к мечте. Я потом стремилась за старшими и потихоньку, понимая то, что это надо мне, стремилась и шла к своей цели. Радостные и одновременно грустные выпускники, по-особенному родные педагоги и, конечно же, родители. Благодаря общим усилиям всех этих людей, школьные годы у ребят были по-настоящему чудесные. Медалисты, отличники, победители олимпиад и научно-исследовательских конкурсов. Все они в предвкушении новой взрослой жизни, интересных открытий и ярких приключений. А сегодня они гордятся своими достижениями и благодаря тех, кто помог их обрести. Конечно же, я хотел бы сказать им спасибо за поддержку, за помощь возможную. И еще раз от души гигантское спасибо. В этом учебном году школу заканчивает 1681 выпускник. И, вы знаете, 89 из них получают золотые медали, и 4 выпускника получают серебряные медали. 19 наших выпускников 11 классов закончили эту школу экстерном, то есть они были освобождены от сдачи выпускных экзаменов за курс средней школы. Это достаточно хороший результат. 9 выпускников в этом году стали победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Наши ребята, вот сейчас наши физики вернулись только с Индонезии, где участвовали в Международной Олимпиаде по физике. Ну, поэтому, вы знаете, есть чем гордиться и есть к чему стремиться. Поэтому планы будем, конечно, строить для себя перспективные и будем стараться их достигать. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. И, как всегда, желаю только добрых новостей в ваших домах. В воскресенье 11 июня погоду в Бресте будет определять область повышенного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы. День будет солнечным и без осадков. 14-16 градусов со знаком «плюс» ночью и до 22 тепла прогнозируют синоптики на день. 12 июня ночью большая часть страны останется в области повышенного атмосферного раздела. Днем с юга Балтики переместится атмосферный фронт. Предварительные прогнозы показывают, что в первый рабочий день в Бресте в течение дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах будет порывистым. Но, несмотря на осадки, в Бресте будет жарко, воздух прогреется до 23 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова